Приветствую. Меня зовут Анатолий Ясинский. Мы с вами начинаем курс под названием «Выразительные средства». У этого курса очень забавная траектория, потому что начинал я его делать для своего сына. Когда сын учился в «Авгейке» на операторском, мы с ним разбирали композиции и начертили первые схемки, которые я сегодня тоже покажу. Разбирали все это дело с ним для того, чтобы он разобрался с композицией кадров, с композицией того, что он делал в тот момент. Далее так получилось, что этот курс я преобразовал в более обширную лекцию для менеджеров, которые работают в рекламе. Далее прошел дальнейший рост. И сейчас этот курс я читаю в несколько более расширенном виде. Читаю для режиссеров и продюсеров в Московской школе кино, а также для ребят с разных факультетов в аквадемии коммуникации и воршопа. На самом деле курс является таким синтетическим. Я пытаюсь разобрать средства выразительные, которые известны нам из разных видов искусств для того, чтобы как-то составить какую-то полную общую картину. Естественно, мы не сможем разобраться в полностью и глубоко до конца, потому что тема эта бесконечная. Во всяком случае, поставить какие-то основные рэперные точки мы сможем, а также сможем дать базовые знания, которые потом можно использовать, чтобы развиваться самому. Нужно сказать немножко про себя. Я так думаю, что это надо, потому что мы с этого начинаем. Я уже сказал, меня зовут Анатолий Есинский. Я последние лет 30, уже практически, ну скоро 30, занимаюсь рекламой. Я работал в достаточно больших сетевых агентствах. Сначала в Макинериксон, потом в Грей. Был там креативным директором. После этого был вице-президентом в Грей. Дальше у меня судьба была такая достаточно разнообразная, потому что я бросал что-то делал в своей компании. Руководил компанией в разных холдингах, в МедиАрсе, в МДЖ. Также работал в компании «Газпромнефть», советником по коммуникации. И занимался продвижением фильмов в «Газпроммедиа». У меня такой достаточно большой багаж. А базовый я по образованию, учитель рисования. И, соответственно, этот курс «Я сейчас пойдем», это такая для меня, так сказать, некая дань тем учителям, которые учили меня, которые учили мне рисовать, которые учили меня композиции и всем остальным вещам, которые мы с вами сейчас проходим. Естественно, как я уже сказал, такая синтетическая вещь получилась, потому что те базовые знания, которые я получил тогда, плюс те вещи, которые мне пришлось разрабатывать в процессе моей работы арт-директором, дизайнером, художником, потому что я давно книг рисовал и, ну, как художник, много выступал, несколько лет. Вот, соответственно, попробуем сейчас с этим разобраться. Я думаю, что будет интересно. Вот, так, поехали. Сначала у нас с вами это общие слова, значит, средства выразительные. Начну я с такой цитаты Андрея Платонова. Искусство заключается в том, чтобы с помощью наипростейших средств выразить наисложнейший. Вот мы сегодня попробуем начать разбираться с тем, что такое эти наипростейшие средства. На самом деле, довольно просто перечислить средства выразительных, которые будем с вами разбирать. Это композиция, ритм, пластика, цвет и образ. Это то, чем будем заниматься. Возможно, мы еще посмотрим на такую вещь, как шрифты, но это, в общем, будет дальше уже за рамками первичного курса. Эти все средства перечислить довольно просто, но на самом деле с ним очень сложно разобраться, потому что они, конечно, пересекаются между собой, они друг друга дополняют, взаимодействуют с другом. Вот, но мы попытаемся с этим разобраться каким-то образом, во всяком случае, на таком первичном уровне. Итак, первая часть – это композиция. Это, пожалуй, самое главное. Самое главное, основное все. То есть, это то, что, так сказать, раскрывает нам философию, внутреннюю структуру любого произведения. Это его композиционный замысел, который, в общем, строит вокруг него строится все остальное, что мы с вами там уже видим. Вот. Часто композиция видна, прямо откровенно видна, особенно когда мы говорим про какие-то дизайнерские решения. Иногда она скрыта, и мы не можем не разобраться полностью. Вот, но тем не менее, она всегда, в общем, это самое главное всегда. Соответственно, базовая информация, которую, в общем, как правило, все знают, и, в общем, то, что обычно преподают в самых простых учебных заведениях, где начинают заниматься рисованием, вот, говорят про очень простые вещи. Говорят про вот такую вот, то, что наш, когда мы рассматриваем картинку, наш взгляд, он движется вот таким образом, из левого верхнего угла в нижний правый. Вот, соответственно, по этой причине, скажем, если мы возьмем какие-нибудь плакаты рекламные, то видим, что там так называемый пэкшот, то есть изображение продукта или логотипа находится, как правило, в нижнем правом углу. То есть, мы проскакиваем взглядом и попадаем ровно на то место, где находится у нас, соответственно, этот вот логотип. Поэтому, если мы посмотрим, реально поглядим на всякие разные плакаты, мы в себе это всегда все увидим. Соответственно, еще говорят про то, что в композиции существуют такие вещи, как восходящая диагональ и насходящая диагональ. То есть, вещи, которые, соответственно, при взаимодействии нашего привычного взгляда с верхнего левого угла в нижний правый, если мы наталкиваемся на какие-то там предметы линии в процессе, то есть, если они направлены вот так вот снизу вверх, то есть, у нас идет с левого нижнего угла верхний правый, то это восходящая диагональ называется. Если, соответственно, наоборот, то нисходящая. То есть, предметы, которые расположены по этой схеме, они, соответственно, либо у нас падают вниз, либо, соответственно, поднимаются вверх. Это базовые вещи. На самом деле, как бы в композиции все это, что мы сейчас говорим, это такая штука, как это говорится у НЛПшников, это называется слабо структурированные решения. То есть, на самом деле, все вроде как так, но на самом деле, при различных ситуациях, все это может быть совсем по-другому. Вот. Но мы сейчас пока говорим про такие чистые, чистые примеры, про такого стирического коня в вакууме. Еще очень есть такая большая тема про симметрию, например, и асимметрию, да. То есть, это, в общем, такая штука, которая, казалось бы, тоже всем понятна. Вот раз, и два, да. Симметричное изображение, асимметричное изображение. Тоже понятно, да, с этим делом. Вот, с примером, мы смотрим на картинку, и здесь мы видим, что изображение довольно симметричное. Вот, у нас тут, видите, распределено небо, кстати, небо с морем примерно в соотношении золотого сечения к 3 к 2, ну и по центру находится у нас тут лодочка, в общем, с рыбаком или кем-то там еще. В общем, это такая очень симметричная картинка получается. Соответственно, тут тоже, видите, такая совсем симметричная история. Вот, апельсинчик на фоне белой шерсти, похоже на это на яичницу, но такая, шуточка такая, да. Ну, это тоже, в общем, симметричная конструкция совершенно. Тут мы видим немножко сбитая симметрия, да, идет по центру шоссе, и с двух сторон вот этот вот лес, такой островок леса. Он находится в такой чуть сбитой асимметрии, то есть картинка становится более динамичной из-за этого, да. Вот такая вещь. Ну и вот тут асимметричная история, да, когда большой кит, который протягивает, видите, тут свой плавник в сторону пловца, вот, и маленький пловец, маленькое пятнышко пловца, оно уравновешивает эту большую массу вот этого кита. Вот, картинка остается асимметричной, но при этом она, в общем, вполне равновесная. То есть, получается, равновесие есть, но при этом асимметрия полнейшая. Вот, соответственно, таких вещей много, и, так сказать, с этим делом, конечно, тоже надо для себя запомнить, вот такие базовые информации, которые, в общем, все должны знать. Вот, когда мы говорим про съемки, или когда мы говорим про видеосъемки, когда мы работаем, скажем, с каким-то киношным форматом или ролики спишем, то там обычно говорят про вот этих вот третий, третий, то есть экран делится вот такими вот осями на три части, горизонтально и вертикально, получается, у нас, видите, 9 таких прямоугольников, и говорится о том, что основные изображения располагаются на этих вот осях, ну или, соответственно, на каких-то горизонтальной, вертикальной линиях, как здесь вот, например, линия горизонта, линия этих вот домиков на море находится тоже на вот одной из третей, где расположены. Соответственно, тут мы тоже видим с вами, что по третьей находится линия горизонта, вот, а также близко к третьей, собственно, находится вот край верхний наверху там, да, какого-то мыса, он заходит, ну а с правой стороны видите тоже идет касание касание границы кадра с этим куском побережья где травка растет тоже на общем проходит по этим осям это собственно говоря ну и собственно касание с другой стороны с левой стороны касание от этого моря с краем это тоже общем по третям кстати касание вообще это очень важный момент мы об этом лучше он может говорить таких в примерах но момент касания чего-то с краем кадра, с краем листа — это очень напряженные все точки, и с ними нужно очень внимательно обращаться, если они просто так не должны располагаться. Вот видите, пожалуйста, кадр другого свойства, видите, тоже третий находится фонарь, на третий находятся часы Big Ben. В общем, тут много мест, которые проходят по третям. То есть, видите, нижняя правая треть, по ней начинается это здание, которое от башни отходит влево, тоже построено по этой же системе. Еще говорят про золотое сечение, то есть золотое сечение тоже очень полезная вещь, но я немножко в проброс расскажу про это, потому что моя тема немножко про другое, и мы только вскользь про это упомянем, потому что считается, что внимание человека обращено в первую очередь на точки, как показаны рисунки, то есть эти темные точки, они располагаются на состоянии 3,8-2,8 от края кадра, то есть это тоже золотое сечение, соответственно, соотношение, как вы видите, к этим точкам либо справа, либо слева, является два к трем. Но это такая замороченная тема, в общем, про нее любят говорить, потому что это таинственно, это так удивительно, каким же образом все, что в мире построено по золотоому сечению. В общем, об этом можно хорошо рассказывать, но для этого есть РЕН-ТВ, и там обычно про всякие тайны мироздания рассказывают хорошо, мы будем говорить про другое совсем. Вот, соответственно, у меня есть ощущение, на самом деле, что все, что мы сейчас об этом говорим, вот эти все инструкции, которые мы сейчас сказали, это, в общем, как правило, это то, чем ограничивается преподавание композиции, в общем, много об этом не говорится. Вот, считает, что это все. На самом деле, мне кажется, что все это довольно скучно, вот, это скучно, это ничего не объясняет, и, собственно, никакого смысла особо это не имеет, вот, потому что на самом деле у меня есть такое ощущение, что схема работает немножко по-другому. Дело в том, что каждый элемент изображения, он влияет на движение взгляда, который мы помним, да, по плоскости, задерживает, ускоряет, меняет направление, отклоняет от базового движения от левого верхнего угла к нижнему правому, вот, и, соответственно, задерживает наше внимание на картине. То есть, фактически, может быть, о том, что вот эта вот композиция, она фактически влияет на время усвоения материала на картинке, вот, и задерживает нас туда. То есть, фактически, она занимается вовлечением, то есть, она занимается тем, что, если нас привлекло первое внимание, что-то там изображено, дальше вот этот вот композиционный строй начинает влиять на Наше восприятие этой картинки, соответственно, дает некую очередность этих всех изображений, то, что там расположено, то, что там рассматривается и так далее. Можно сказать, что соотношение элементов программирует динамику процесса взаимодействия зрителей и картины, акцентируя наиболее значимые элементы и выстраивая очередность рассмотрения этих элементов. То есть фактически композиция программирует наше взаимодействие с изображением. Понимаете, да? То есть получается так, что когда мы с вами смотрим на картинку, наша композиция занимается тем, что удерживает нас внутри себя. То есть то, что называется вовлечение. Вот это вот вещь очень важная, потому что если мы сейчас будем говорить чуть-чуть отстраненно, посмотрим, то вообще момент вовлечения – это, в общем, самый главный момент в коммуникации, в любой. Вот, я это говорю как человек, который много работал с брендами, со стратегией брендов и занимался там, ну, чем не занимался, кока-колой, до мерседесов и прочее, прочее, прочее. Вот, соответственно, и каких-нибудь пив, там, Балтика, там, Амстал, Карсберг, ну, в общем, все-все-все. Так вот, самый главный вопрос бренда – это вовлечение. То есть это что такое? Это, значит, удержание тебя в рамках вот этой вот системы смыслов, которые дают тебе бренд. И это вовлечение, оно, собственно, все на это и работает, чтобы ты о нем больше думал, чтобы ты о нем больше, больше с ним взаимодействовал, больше, как бы, находился в пространстве его смыслов и т.д. и т.д. и т.п. То же самое происходит, собственно, у нас с вами, когда мы с вами общаемся с людьми, то есть нас всегда интересует такой вопрос, как вовлечение людей в нашу, в нашу бренду, уже в нашу собственную личность, вот, сделать так, чтобы с нами внимательно общались люди, правильно? То есть это самое главное. То есть у меня сейчас вот курс в Академии коммуникации и воршоп, мы как раз занимаемся разработкой личных брендов, вот, личных всяких проектов. И, собственно, самое главное дело – сделать так, чтобы в твой проект хотели вписаться люди в разном качестве. Они могут, так сказать, отдать тебе свое внимание, они могут отдать свою любовь, они могут отдать свои, там, деньги, они могут отдать свое время, неважно, что они тебе дают, но какой-то ресурс они активизируют таким образом. То есть фактически вовлечение – это активизация ресурса того или иного. То есть это ресурс может быть совершенно разного свойства, вот, но, тем не менее, это ресурс. То есть время, деньги, работу свою, свою экспертизу, свои знания, что угодно, мы несем тому, кто обеспечил вовлечение. То же самое получается у нас и с нашими картинками, потому что если мы смотрим на картину, мы отдаем ему свое время, внимание свое, ну, и дальше потом происходит то же самое, что происходит, скажем, с брендами. Мы, вовлекаясь в них, начинаем рассказывать другим про это дело, у нас начинается то, что называется эмпатией, вот, такое качество, и, соответственно, мы начинаем уже про это говорить другим. То есть мы посмотрели картину, если она смогла нас заинтересовать и долго держала в вас внимание, мы будем про это рассказывать другим, говорить, вау, как это круто, как это здорово, такую картину увидел, так это было прекрасно. То же самое будем говорить про кино, то же самое будем говорить про музыку, то есть то, что мы слушаем постоянно и хочется повторять снова и снова, мы этим восхищаемся, другим рассказываем. То есть фактически мы увеличиваем вовлеченность и делаем так, чтобы другие тоже вписывали в это дело, понимаете, да? То есть фактически вот это вот есть то самое, что самое главное есть в любой коммуникации, естественно, любая картина, любая музыка, это тоже вид коммуникации между людьми. и, соответственно, увеличенность на самое главное. Получается, что композиция в основном этим и занимается. Она увеличивает время нашего взаимодействия, наш интерес, то есть рассказывает нам историю. Но про это мы еще чуть попозже поговорим. Сейчас мы посмотрим с вами на какие-то примеры.